Мы находимся на многосордальной второй площадке. Дома, которые стоят в непосредственной близости к позициям украинских военных. Обстрелы здесь проводятся каждую ночь. Но, тем не менее, даже в этих разрушенных строениях еще остались жить люди. Это старики, которые нуждаются в нашей помощи. И именно сегодня она была привезена. 2 августа представители властей города и актив студенческого координационного совета управления молодежи Донецка доставили гуманитарную помощь для жителей второй площадки Куйбышевского района, расположенной в непосредственной близости от линии разграничения. Жители микрорайона сейчас в бедственном положении. Продукты питания сюда не завозятся. Вода, свет и газоснабжение бывают с перебоями. И именно поэтому студенты республики решили на собственные средства купить и привезти гумпомощь жителям. Мы очень были впечатлены в первый раз, потому что не ожидали, что здесь настолько все разрушено. У нас в городе, мы такого не видим, нам только слышно, но особо не думали, что настолько все плохо. А здесь люди очень позитивные, настроены очень хорошо, уезжать пока не собираются. И решили поддержать. Я здесь уже второй раз. Мы приехали, привезли гуманитарку людям, которые, можно сказать, отрезаны от жизни. У них каждый день бьют обстрелы. Мы просто решили помочь. Сами выразили инициативу. В гуманитарке первая необходимая пища и есть несколько пакетов с одеждой. Кто это собирал? Там мы студенты собирали, сами выразили инициативу, и сами собирали у кого что есть, то, что может. Большое спасибо вам, девчонки или ребятам. Ребята, спасибо вам большое. Будем жить тогда. Администрация города постоянно обеспечивает доставку продуктов, воды, хлеба и всего необходимого для жизни людей в полуразрушенных домах, снабжаясь стройматериалами и рабочими. Еще хочу добавить, очень приятно. Ребята наши, лидеры студенческих отрядов, уже были здесь где-то полгода назад. Они прониклись с проблемами, с которыми сталкиваются жители сегодняшней второй площадки. Вот они сегодня собрали на свои деньги гуманитарную помощь, купили продукты питания. И вот они сегодня привезли. Очень приятно, что дети видят и понимают, что только все вместе мы можем решить те вопросы, которые связаны именно с разрушениями и жителями, которые здесь живут. Практически все дома в данном микрорайоне находятся в катастрофическом состоянии. Многочисленные попадания снарядов в ВСУ постепенно превращают здания в полуразрушенные коробки. Сейчас городскими властями проводится ремонт крыш и остекление домов, расположенных на улице Софийской и Степной. Спасибо им большое, что нас не забывает, мир гордый не забывает, собирает людей. Мы все благодарны ему, что вот такой помощь нам что стоит. Я целый день на работе и не успеваю и по хлеб бегать, и в коммунитарку привезут, клетка у меня достается. Я там, они тут раздали и уехали. Я пришла, получила, нет. Вот всегда часто бывает так. Что с вами вам привезли, знаете, знаете, знаете. Я даже не забываю. Хлеб, а не я поступаю. Вот и это спасибо. Волонтерские центры справляются с обеспечением объема необходимого для снабжения людей продуктами и вещами. Следующий приезд гуманитарной помощи планируется через неделю. Дмитрий Зиньковский, Екатерина Боева. Специально для Новороссия ТВ.